Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Lifeless Planet. Мы находимся у кратера. Рядом с нами сидит Айлита. Это та самая девушка, которая нас всю дорогу вела. И в итоге мы нашли ее и даже спасли ее, потому что там, в кратере вулкана, было реально очень сложно выжить. Мы с трудом выжили сами и в итоге даже помогли ей. Почитав последние логи, мы выяснили, что она уже не является человеком в привычном понимании. В нее ввели очень много ДНК зеленого огня, поэтому она является уже наполовину каким-то растением, которое вполне способно восстановить жизнь на этой планете. Сама она дышит за счет фотосинтезы, вдыхание СО2. Очень странно, но она жива. Ладно, как бы там ни было, это все довольно-таки печально, потому что у нее отобрали дочь. Дочь погибла, вернее, у нее отобрали жизнь. Но в итоге нам нужно как-то двигаться дальше, потому что кислорода у нашего избганного вообще нет, не осталось практически. Я не знаю, что будет дальше. Здесь огромный кратер, дом, который вообще ни при чем. И вон туда вниз как-то, я думаю, можно будет спуститься, но если я пойду вниз отсюда, то ничего хорошего из этого не получится. Но баллон символизирует, как бы сигналирует нам, что нам нужно туда идти, поэтому я думаю, нам сейчас нужно будет другую сторону. Я просто осмотрю, что здесь еще есть. И что-то я так понимаю, что здесь больше ничего особо и нет. Ну кратер такой, что это просто офигеть. Я не знаю, это что такое? Сюда упало, что такой кратер оставило. Что-то явно очень большое и нехорошее. Ладно, там вы видите, что что-то ярко светится. Я так и не понял, что именно. Какой-то фонарь. Но там у нас обрыв, и на другую сторону перебраться я не могу. Но где-то там, похоже, у нас спуск вниз. Поэтому давайте двигаться туда. Дамы, на самом деле, разговаривают как-то прерывисто, по одному слову, то есть с небольшими фразами, такое ощущение, что она уже очень давно ни с кем не разговаривала и с трудом вспоминает, как это делается. Так, ну где-то там у нас вроде как есть спуск. А вроде как и нет. Ладно, сейчас разберемся. По крайней мере, я повторюсь, для меня самое главное, что мы выбрались из вулканической зоны, потому что там реально была просто попа. Так, хорошо. Как нам тут? Как бы нам тут? Что-то вообще не вижу, как бы нам тут. Вот, я говорю про это. Я, конечно же, не смогу. Интересно. Интересно, интересно. Так, хорошо. И я, честно говоря, даже не знаю, куда нам дальше идти, но ладно, давайте осмотрим. Тут, в принципе, не так много вариантов. По крайней мере, надо вот так вообще порадоваться, что здесь, во-первых, нет никаких корней. Корни постоянно пытаются нас убить. Здесь этого нет. Во-вторых, здесь нет ветра, потому что тут реально какие-то просто смерчи. Смерчи, бешеные ураганы временами просто сносят, сбивают с ног. Здесь довольно спокойно. Здесь, конечно, весь воздух, все небо закрыто от нас пеплом, облаками пепельными. Но вообще так жить можно. Так что нужно просто побегать и найти, что же нам, собственно, тут делать. Так, назад мы не пойдем. Мы. Что же мы делаем? Хорошо. Нужно попробовать как-то спуститься здесь тогда, что ли? Ой, ну в итоге это было настолько элементарно, что только я мог вот эту вот круголя нарезать. Так, топливо собрано, и, в принципе, я думаю, нам сейчас нужно не вниз сюда, а именно прилететь там. Потому что, честно говоря, ничего интересного тут не вижу. Там в центре, правда, что-то лежит. Давайте по-быстренькому проверим. Просто, что же сюда нафиг вообще упало такое? Интересно. Звуки, слышите? Что-то явно нехорошее. Зачем я сюда иду? Ну да, звуки определенно странные. Первичный анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сомжения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот кратер был местом посадки более развитой расы, построившей портал и связанной с ним энергогенерирующей сомжения. Мы основали следовательский пост на краю кратера и намерены тщательно исследовать это место. По меньшей мере, в течение следующей зимы. Ну вот видите, определенно, не зря сходили сюда, да? Так, ладно, надо петлить обратно. Любопытно. Здесь дорожка какая-то ведет? Блин, интересно. Давайте сходим, посмотрим. Чья же это дробка такая? Вообще, конечно, блин. Мы бы отсюда, я думаю, смогли подняться, если что. Попробуем потом. Пока что просто смотрим. Я думаю, мы сейчас найдем что-то хорошее там. Ну, как минимум, что-то там есть, явно искусственное. Ну-ка. Это спуск очередной? А-а-а, спуск-то спуск, но... Что? А-а-а, слушай. Я бы так перепрыгнул, конечно, наверное, но ладно, мне все равно сюда нужно было идти. Все хорошо, короче говоря, я не просто путаю, я делаю все правильно. Хотя, на самом деле, я сомневался. Сомневался. Так, ладно. Раз такие дела. Блин, тут не убийца бы. Раз такие дела, значит, я довольный. Значит, все у нас хорошо. Ну, не знаю. Как это вообще... Как кратер-то получился, если это все искусственное? Или сюда что-то шлепнулось, там, потерпел аварию, и в итоге потом они начали обживать эту планету? Или что, или как? Пока непонятно. Вполне возможно, что на этом мы и не получим ответа, потому что это как бы является второстепенной сюжетной линией. Ну, это даже не сюжетная линия, это просто... Что помимо нас тут еще были люди. Вернее, не люди, а разумные существа. Хорошо. Где Аэлита? Аэлита... Аэлита... Я думаю, пошла туда. А с другой стороны, здесь нет ее следов. Куда же она... Куда же она делась? Наверное, все-таки сюда. Просто она, где бы ни шла, вот эти вот следы ее, это не просто там какой-то след. Это именно там мох начинал расти, и, ну, как бы жизнь возрождалась. Куда ступала ее нога. И так пару раз пройтись там, я не знаю, по-серьезному. И потом целый участок поверхности будет возрождаться. Через год там уже будет свести жизнь, при желании, я думаю. А вот и она, собственно. Тяжело дышит. Но дышит. Хоть бы слово сказала. Она вообще не очень общительная такая. Говорит только по делу. Но, по крайней мере, враждебности не проявляет, потому что она, насколько я понял, очень-очень сильно не любит людей после того, что с ней сделали. Но, на мой взгляд, это было все-таки оправдано. Хотя это, конечно, и очень цинично. Элита. Так, очередное инопланетное сооружение. Сейчас она подойдет, и вполне возможно, это что-то работает. Видите, занесли. Ну, давай. Удиви. Не удивило. Окей. Древний народ. У-у-у. Интересно. Хорошо, там, конечно же, как обычно, был более цивильный спуск. Это же я. Чему, в принципе, удивляться-то? Да, но постройки, конечно, внушают. Инопланетные артефакты. Похоже, что русские изучали работу создателей портала. Сеть монолитов, огромные энергетические сооружения, а также ряды стен и дверей, окружающих их. Я до сих пор не могу понять, как же все это связано. Но на самом деле, как бы там ни было, темнеет. Что-то вижу. Ну, это, по-моему, не обязательно что-то. Но, тем не менее, надо взять. Так, блин, чуть-чуть. Нет, это элемент питания. Хорошо, значит, он нам пригодится. Где-то, может, даже он там. Вообще, стало очень темно, и я плохо вижу. Да, это оно, я уже слышу. Здесь свой, конечно, был. Так, ты немножко странненький, но в итоге, по-моему, работаешь примерно так же, да? Хорошо, что это нам дает. Я думаю, что в итоге мы включим портал, который перенесет нас отсюда вон туда, но... Я, честно говоря, не понимаю, что именно я сейчас делаю. Скину второй, нет? Э, по-моему, это было шуми. Хорошо, сюда у меня по-прежнему силенок не хватит подняться. А вот еще одна такая штука. Так, ну, гениальная. Короче говоря, выкинул хобби в одно место. Ну, ладно. Здесь есть вон что-то эдакое. Так, хорошо, не понял. Я так понимаю, что нам нужно с вами найти где-то еще одну штуку, скинуть ее вот сюда. А потом в итоге нажать на кнопочку, что ли, да? Ну, то, что я взял и скинул второй камень, мне вот так вот просто вообще как-то болты. Это мне сейчас серьезные проблемы доставит. Хорошо, это довольно странно, потому что я не могу включить свою руку. Вполне возможно, что что-то сломалось. И в итоге причиной этому послужила либо я сам, либо игра. И сейчас мы с вами займемся баскетболом, раз такие дела. В принципе, тут все можно сделать и без руки. Только надо вообще постараться. Так, вот мы здесь. О, вот и запитали. С помощью кирки такой-то матери. Так, ну у меня по-прежнему не работает рука. Хорошо, ладно, давайте мы сходим к той, посмотрим. Возможно, там нужно теперь что-то делать. О, ну по крайней мере не работало на геймпаде, сработало на клавиатуре. Окей. Так, ну что, я жму эту кнопку. Все, норм. А, вот оно как. По бокам тоже считается за кнопки, да? Так, лево, вниз. Право нет, право нет, вверх нет. Не знаю, что я сделал, надеюсь, ни какую-нибудь там систему самоуничтожения не включил. Офигеть вообще. Офигеть просто. Так, хорошо. Ладно, а нам, я так понимаю, обратно к элите и к этой платформе. Блин, ну эти звуки. Эй, я тоже так хочу. Давайте поспешим, а то сейчас выключится, и это будет прикол. На самом деле все как-то довольно криво работало в этом моменте. У меня с геймпадом вообще не включалась рука, но тем не менее мы сделали это. Так что я хотел сначала себя ругать, но потом понял, что не в этот раз. А я довольно медленно по сравнению с ней все это делаю. А смотри, лучи искривляются, да? И образует такую галу. Окей, она нас ждет. Я тоже боялся, что все свистело. Хорошо, и что-то мне подсказывает, что нам сейчас нужно будет проделать те же самые манипуляции с тем кольцом, или как. Но похоже на то. По крайней мере, куда-то мы с вами добрались. Ладно, пойдем посмотрим. Суровый такой аппарат. Звуки очень крутые. Так, вот две штукенции, которые нам, походу, и нужны. А может быть и нет. Так, это не оно. Вот это похоже на очередную систему включения. Ну да. Здесь, по крайней мере, все работает как надо. Так, это да. Право, низ, центр. Да, офигеть. Ну, они не спешат сходиться, да? Идем нам нужно дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас тоже какая-то платформа. Блин, как тут темно. Да, смотри, какие-то тоже машинели непонятные. Окей. Затрудняюсь сказать, честно. А, вот, толкать надо. Так, ну, не знаю. Давайте посмотрим, что от меня требуется. Вообще, без понятия пока, честно говоря. Ну, допустим. Допустим, мне кажется, между вот этими вот двумя нужно убрать все перегородки. Так, этот вошел. И нужно еще по размеру, похоже, подобрать, да? Лучше-то узнает. Ну-ка, допустим, тебя тоже. Так. Не знаю, у меня пока что ощущение, что я делаю что-то не так. Тебя тоже двигать могу? А, я понял. Подожди секунду. Так, окей. Сейчас тебя куда-то... А, нет, ты у нас не двигаешься. Любопытно. Мне нужно, похоже, два этих шара свести. Ну, то есть две половинки одного шара. И пока что я не догадался, как это делать. Но, в принципе, сейчас, я думаю, все у нас будет. Так, ну, для начала, да, попробуем подтягать тебя. Да, это было не очень умно. Так, спокойно. Ты спрячься сюда. Как же мне вас свести? Так, подожди секунду, я придумал. Что-то, собственно, думать-то. Господи. Ты, малой, остаешься здесь. Ты проходишь сюда. Ты следом за ним. Теперь ты отсюда выметаешься. Выступаешь вместо своего другу. Так, ну, примерно как-то вот так. Окей. Теперь мы двигаемся назад. Ты у нас прячешься примерно в ту же самую степь. А ты идешь вперед на обнимашке. Хорошо. Так, кстати говоря, эта штука же туда не полезет, да? Я имею в виду вот эту вот самую штуку. Она туда не войдет полностью. Она туда вообще ни в кое. Так, ну, тогда... Тогда я даже сомневался. Насчет того, что же мне делать дальше. Но эта штука вообще не двигается. Определенно. А вот сто процентов вошел, все. Замечательно. Вот и оно. Так, окей. У нас, похоже, новая дорога. Пойдем попробуем. А элита идет? Не, ну вот это вот вообще круто просто. Не знаю. Мне очень нравится. Постройки. Вот я не знаю. У меня вообще как-то атмосфера тут. Во-первых, как я уже говорил, напоминает фильмы старые. Во-вторых, напоминает советскую фантастику. А в-третьих, напоминает фильм Прометей. Что-то такое вот именно совершенно неземное. И очень крутое. Хотя фильм Прометей, честно, так себе. Но там есть прикольный момент. Некоторых дерьмов называют. Хотите дерьма, советский каме... Ой, советский, вернее, советский шедевраль. Российский новый комедий, посмотрите. А это просто новый фильм не удался. Режиссер курил, похоже. Что-то наркотическое очень много. А так, игры актеров, там, спецэффекты и постановка. Все очень круто сделано. Так, ну да ладно. Что же у нас тут такое? Сегодня наши ученые сделали удивительное открытие. Ранее мы считали, что создатели портала покинули эту планету или были убиты корнями, но мы были неправы. Создатели портала на самом деле являются развитой формой растительности, которая покрывает планету. Должно быть, они колонизировали этот мир миллиарды лет назад, принеся с собой разнообразные родственные виды, чтобы заселить планету и сделать ее пригодной для жизни. На самом деле мы считаем, что организмы, населяющие планету, не являются экосистемой из отдельных особей, а больше похожи на густую глобальную сеть. Несомненно, что существуют более крупные и более мелкие виды, но все они способны взаимодействовать через вездесущий мох. Зеленый огонь, который является жизненно важным для всей жизни на планете. Учитывая все это, а то и то, как корни могут принимать бесконечное количество форм, не остается сомнений, что мы наблюдаем высшую и экстраординарную форму жизни. Любопытно. То есть я что-то такое подозревал, но это уже похоже на, я не знаю, Final Fantasy фильм. То есть вся жизнь взаимосвязана, и один неверный шаг может убить всю жизнь на корню. Но разумные растения, не знаю, пока я слабо представляю, честно говоря. Элита, ты как? Ладно, догоняй. Офигеть. Так, ладно, побежали по-быстрому. Догонишь потом, а то я сейчас сквырнусь. Давай, родной, беги. Вот это равнина, я понимаю. Тихо это. Да нет, не может быть. Какого-то... Ох, ты посмотри, что идет на нас. Это и есть те самые растения, да? Да пипец. Что? Подожди, что? А, я маленько недопонял. Ошибка связи. Ошибка сигнала, входящий сигнал. Почему вы ищете меня здесь? Вы знаете, где я. Вы бросили меня много лет назад. Теперь вы не сможете найти меня. Теперь мы слишком далеко друг от друга в пространстве и времени. Но... Это очередное... Это галлюцинация очередная, что ли? Да какого же происходит? Так, придется полетать. Я иду. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно. Это было опасно. Так, куда идти? Что? Куда? Видимо туда. Вот отсюда, допрыгну. Иду, иду. Я опять не там. Так, сейчас нам предстоит как-то очень уж серьезно прыгнуть. Да я не долечу, я не знаю. Придется все-таки оттуда. Хорошо, погнали. Долетел. Да нет, ты посмотри. Да это были галлюцинации. Где ее, вообще? Я маленько не понял. Я, по-моему, вообще где-то внизу в корнях. Ну, ладно, давайте на этом заканчивать, наверное, эту серию. Я понимаю, что это жестоко. Но, тем не менее, увидимся в следующей серии. И, честно говоря, я уже думал, что мы подбираемся к концу. Но что-то сейчас я понимаю, что должно произойти еще кое-что. Как бы там ни было, история становится все более закрученной и интересной. И, на самом деле, мы видели Айлиту до того, как она стала вот такой, какой она является сейчас. Увидели кольца транспортные в действии. И произошло то, что произошло. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте ставить палец вверх и вступать в группу ВКонтакте. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»